Что будем начинать? Ура! Всем привет! Всем привет, Аня. Меня зовут Саша. Меня зовут Паша, я еще и мя в ГАФ иногда представляюсь в подкастах. Да, мы представляем Радую Плато, але попередней я хотел сказать, что гэта лекцией начинается давняя добрая традиция у корпусе, что ты дневые лекции корпус говорить. Кожны понятделок, а 19.00 тут будуть давать голос розным классным экспертам. Карате, записывайтесь, адзинае только розница, что цяпер, каб присті на лекцию, треба зарегистроваць, але вы уже гэта ведайте, тому, что вы худшай за все это зарабили. Вось, и мы пачнем з нашей лекции, з лекции пра интернет-радую. Можно джингл? Да, примет джингла. Спасибо, спасибо, спасибо. Класс. Так, наша лекция пра культурный феномен, який давно иснаваў, але апошні 10 гадоў, и он набыл новое жыццо, вось пра яго мы и хочем распавесті. У целым, сёняшня наша лекция будзе прасвечена радую, і навошта яго слухаць ў 2021-м, ну, в принципі, як ў 2020-м, як і ў 2022-м. Тобок зараз. Мы трохи пачнем з невялічкага ўступа тэрэтычны часткі, тобок ад разуму распаведзем пра радую, як яно трансформавалася, пасля распаведзем пра тое, што отбываецца зараз, распаведзем пра некалькі прыкладаў 2010-х гадоў, а пасля раскажам тое, што лебж заўсё ведаем, гэта пра наш вопыт працы з радую, і ў канцы пастараэмся адказаць на пытанне, на вошта ўсё ж такі их слухаць, калі можна музыку слухаць на стримингу. Наверно, ўнас начал вапрос, па-моему, ёсць. Можыцццэ падняць руки, кто вапча слушаць інтернет-радзіо? Класс. Хорошо, пасиба. А што слушаць, есцли спрошу сразу? Добро, дякуем. Ну, я почну с такой цікавого факта, што, кажусь, британскі учёны, ёсць два типа слухачоў. Йони подзіляюцца на, так бы мовець, линбэк і линфорвард. Та бак паў, які линбэк, тянусь, ляжать. Не, это згибацца цяба. Згибацца, да. Та бак тыя, хто линбэк, табак им хочацца ўключыць плэйлист або радиостанцію і забыцца пра гэта, і больш не вертацца да музыкі, каб им ставіли музыку. А линфорвард гэта, вось, тыя, хто им пастаяна трэба чэкаць, трэкаць, лістаць і, ну, не як сёрчыць музыку. Вось, і, ну, звычайна, другі, другі тип слухачоў становецца дэджэями, радио дэджэями і робець контэнт для першых. Вось, ну, больше всё ж таки люди любят просто поставить і заняться своими справами. У нас тут ёсць такая вельми навуковая схема, яку я зрабіў ўчора. Только у тебя в центре нічего нет. Да, вось, минавито про центр мы будем распавядаць сёня. Тобак нас цікавець минавито той феномен, які сполучая трэ компанэнта. Гэта музыка, інтернет і комьюніці. Вось, ну, минавито само радыо, я назавілася ў пачатку 20-го стагодзя, і першопачаткова, такая, як называецца, Golden Era of Radio, гэта була... Гэта буў то час, калі не музыка была основна на радыо, а ў основным там былі спектаклі, викторыны, некія сір'ялы, табок, ну, хучай, такі, контэнт артыстычны. Але калі зявілася тэлі бачаня, то тэлі бачаня узяла на сябе гэтаі функцій, і з радыо ў принципі гэта всё сышло, і радыо пачало трансформавацца, і тады на радыо больш сталі слухаць музыку, спорт і навіны. Табок, гэта асновны контэнт, пачынаючы з 50-х. Вось, ну, і власне тады і зявілася музычная радыо, шмат музычных форматов, AR, Adult Oriented Radio, там, Hit 50, і, ну, селяка, такое. Вось, ну, і было два формата, табок, гэта было паблік рэдзео, табок, тыпу, як BBC, а ў штатах добра развівалася коммерцыйная радыо. Вось, але гэта былі хуча такі майнстрімовыя радыо, в яких калоннах гэта было, ну, у коммерцыйных гэта рэйтінг і формат, а ў паблік рэдзео гэта працягывалі патрымліваць, там, театральны штукі, некі культурны з'явы падзеў. Вось, прыкладна, як ў нас, калі, включыць радыо культуру ў радыо кропцы, то, вось, можна заразумець, як яно выглядае. Але было шмат рады энтузиастов, які хацелі, скажам так, даваць голас, як сабетак, і голас свайму комьюніці, гэта, напрыклад, былі студэнскіе комьюніці, этнічные комьюніці, там, професійные, і, вось, пачало з'являцца другі, наш, другая наша кола, гэта комьюніці. Перша тако радыо з'явілася ў сорак сьомым годзі, гэта болівійськая радыо де Лос Мінерос, радыо шахцёров, вось, сяны, як голас профсаюзу, дзенічалі ў інтарэсах шахцёров. Вось, ў Європі так само пачалі з'являцца свободныя радыо, таму што было засілле паблік радыо, дзержавныха радыо, і, ну, гэта было больш адаптавана для патрэбнастіў мінавіта супольнасті. Ну, так само пачаў меншы сабе кошт, каб зарабіць радыо, і, пасля гэтага, з'явілся такі фармат, як пірацкі радыостанцы, махчыма выгляделі фільм рок-хваля, гэта напэвна такі. Адзін самах ведомых прыкладаў пра той піры, гэта 60-е гады, калі гэтую манаполію BBC хацелі скинуць, і, ну, больш гіпкая радыо робіць. Ну, пірацкі радыостанцы, яны існовалі даволі доўга, яшчэ ў 90-х ў Брытаніі так само пірацкі радыостанцы перемістіліся ў спальны район, і табок яны закідувалі гэты трансмітеры на верхушку, на верхавіну дамоў, і атуль трансліавалі. І, ось, дарэччэ, гэты радыостанцы паўплывалі вельміна распаўсюд британцкай музычны культуры, табок на бэйс-музыку, на дабстеп, на грайм, сярод прыкладаў, можна назваць, гэта Ринс-ФМ, Кул-ФМ, Саб-ФМ, і гэты радыостанцы існуюць і зараз, яны легалізаваліся, і, ну, ў іх зявіліся ФМ-частоты, і яны перашлі ў інтернет. Да, гэта, калі тычыцца пра кам'юніці. І трэці складнік гэта інтернет-радыо, гэта, калі, можна, ну, ўжо ты не прывязаны да лакальнасті, да кам'юніці, і ты можыш рабіць глобальнае кам'юніці, табок, калі хтосці, напрыклад, ўяжджае, з'яжджае ў іншу краіну, я пра згэтае радыо мох сабе таксама адчуваць ўчастка гэта кам'юніці. Ось, першы інтернет-радыостанцы з'явілся ў дзянастат трэцім годзе, і пэўну час гэта было хучэй перавядзення звычайных ФМ-форматаў ў інтернет, або ну, таксама, вельмі такі форматныя радыостанцы ці джукбоксы, але вось пра вось гэта вось штучку, яка знаходцца на скрыжаванні, такі ты прадыостанцы, мне паддаецца, вось, з'явіўся хучэй дзяць ў 2010-ых гадах, і вось пра іх мы будзім зараз і распавядаць. Да. Картінка. Чым цікавы музычныя, як, музычныя ком'юніці інтернет-радыостанцы, это такі трансформер, што ён сумяшчае, гэта паглыблінаць ў ком'юніці, як пірацкі UK станцы, табок, яны вельмі маю тесны зносіні з дзжеями, таксама сполучае таку горизонтальніць амерыканскіх калеч радыо, а інтернет-техналогі дазваляюць бродкастіць па всему свету. Вось, зараз даволі шмат такіх радыстанцы, мені падаецца, што ў кожной країні зараз як мінімум адну можна налічыць, а то і больш. і мы пра некалькі прыкладоў распаведзем, просто, які яны бываюць. У гэтых радыстанцы вельмі шмат агульнах, азвычайна, яны змішчаюцца ў морскіх контейнерах, ў невялічкіх памяшканніх, табок, там, достаткова 10-15 квадратных метров, і гэта становецца саправды такой вельмі насычанай, кропкай трансляцій музыкі, гэтую маленькую лакальнасць на весь свет. І часто на гэтых радыстанцыях можна пачуць, як ведомых диджеев, так і просто там сябра, можна пачуць просто сябра, якого ты так сама ведаеш, а ён грае микс на такой радыстанцыі. І гэта звычайна не дзеля прыбытку, табок, гэты радыстанцы існуюць законц чагось ці іншага, пазнея мы распаведзем які бываць варіанты, там, наприклад, кавярня побач, ці данэйшын, але ў їх нема меты зарабіць грошы, хучай ў їх ёсць мета узмацніць кам'юніці і захвоціць людзей рабіць радыстанцыю разам з імі. Ну, што? Кейсы? Што там? Кейсы? Да. Напэвна, адзін з першых прыкладов. Рэдлайц? Да. Рэдлайц Рэддіо. Станцыя, яка адкрылась ў дэвэзэші дэсэтым годзі, і вось я ўчора, дарэчі, толькі даведуся, што падчас кавіду яны закрыліся. Гэта станцыя, як можна здагадацца па назві, знаходзілася ў Амстрадамі, ў былым борделі на вуліце червоных ліхтароў. Ось сіда можна ўбачыць, як яна выглядае, там малінкі пакой, а интерьер вось так, то бух, як это ўсё абклеена стікерамі, то бух, штось ці такое субкультурне. А жанчына, яка адграе, тут гэта Галя Чікіс, гэта дарэчі, беларускай артыстка, яка зараз жыве ў Берліне. Я бы ещё насчёт Редлайц добавил тот факт, что Редлайц поддерживался, мне кажется, муниципалитетом городским. Махчима. Ну, это был главный источник финансирования, и вот мы на самом деле не знаем, почему они решили не продолжать проект и полностью его свернули. Но яны закрылися тому, что тое место, где яны знаходилися, и оно подлегало модернизации, то бак, зачинилося место просто на ремонт, але вось з лета 2020-го яны не працують. Цікава, што яны праезжали у Тымліку і у Питер на фестуваль Present Perfect и там рабилі разом с Тест-ФМ, проектовым мы пазні скажем, с уместной трансляцией. Да, НТС-рэдзіо это напаўно самый вядомый проект. Скажите, хто чу про НТС-рэдзіо? Можа, хто слухал? Гэта вельми вялікі праект, там аудытория, мне падаецца, што сотні тысіч слухачоў, ў їх ёсць некалькі патокаў. Нескалька студій. Да, некалькі студій, цікава, што НТС-рэдзіо зрабіў чувак, яго завуць Фэмі Адэймі, які сябар Блэйза Бельвіля, а Блэйз Бельвіля, гэта чалавек, які адказны за Болірум, табок яны спачатку пачалі рабіць праект Болірум, ведаеці, так сама, лайв-трансляція, сяля джэйскіх выступаў, але яны пачыналі вось з Болірум, дзе гэта Фэмі, і записаў микс-тейп, перекруцілі камеру да Боліра, і пачалось Болірум, вось дарай чалек нас зараз так сама задумаюць. Болірумят. Да. НТС зараз свіх больші ста пятіцці шоу, шмат колабарацій, яны колабаріруюць з зідацем, найками, ездець ладні робілі дэка віду шоу кейсы, арганізовувалі івэнты. Бось зараз гэта хучэўсь анлайн дэстанція Райм вельмі паспорт. Я бы атметил насчет НТС, вот основамамент монетизація ў них это работа с брэндамі, паэтаму Адзідаць и Найк адні із главных партнёров, рядам будут ті же алкогольные брэнды, о которых мы все знаем, но не будзім о них гаваріць, паэтаму ата монетизація чрез партнёры брэнды. Наступный приклад, гэта такі вось стіплінькі кіосачак ў Нью-Йорку, ў Брукліне, Дэлот Рэдзіо, чалавек, які адкрыл гэта рады, і он просто хацеў зробіць такі музычны, культурны хаб, і гэта вось кіосачак знаходцца побач з кавярні, яка я так сама ему належыць, і даход і прыбытак за гэта кавярні пакрываюць кост все і гэта студы. Што праешчы сказаць? Ну, так сама класны рады, яны 24 на 7 стрымяць з віде, можна глядзець на Дэджикл. Цепэр распавядзем пра прыклады, які знаходцца побач з нами. Адзін з їх это Тест.фм, і он знаходцца ў Піцары. Долгі час яны вешалі з вістрава Севкабелі, з території Севкабелі, культурного кластера питерскага, а зараз вандруюць па розных івэнтах, ну, робецца місцні івэнты з промоутерами місцовыми, а так сама, по-моему, яны ездзіли у Трыб па Расіі, і, ну, дзялалі такі выязны трансляція. Ну, і я б добавил насчет Тест.фм, і вообще цель ребят не делать джукбокс, то есть, вони не вешаю 24 на 7, вони включаються с конкретним лайнапом, например, там, в час дня до 8 вечера, і у них є розписання на кожен день, і цель Тест.фм показати новых ребят, ну, то есть, нові таланты, які появляться. В першу чергу це був Санкт-Петербург. Вот. Насчет монетизиція у них теж це робота з партнерами. Наверное, коли у них було своє місце, вони могли монетизуватися з бара. Сейчас знаю, що з Редбулом вони активно работали, і, по-моєму, отдельний проект з алкогольним брендом, которого ми не будем называть. Наступна приклад, ката київські 20-foot radio, да, вось, яны якраз вящаюць з морського контейнера, ке зміщаюць сапобач вядомага клуба Клоузер київського, і яны, мені падаєць, на на донейшн, працуюць, стабо їх нема няка монетизація, і вось недавно збиралі сродкі і поспехово собрали. Мені кажучи, 20-футів, вони кожен год собираються погибнути, бросають клич, і быстро всіх підтримують, і вони никак не закроються. Надєємся, що вони ніколи не закроються. На 20-foot radio приїжджало доволі шмат білорусських, музикантів, артістів, можна знайти сетів, оттуль їх. Вось, працюють хлопці і дівчатів. І литовський приклад Паланго Стрит Редіо. Називається Паланго, тому що вони не із Паланго, вони знаходяться в Вільнюсі. І названня появилось, тому що їх перша студія знаходилась в квартире, по-моємо, в якій хлопці жили, на уліце Палангос, то є уліце Палангос. Що інтересне насчет Паланго Стрит Редіо, це то, що перша студія була полностью засыпана піском, то є одна із комнат була оборудована під станцію, і вони привезли кучу піска, то є можна було босічком віщати, граїть діджей-сеті. Позже вони переехали в новий офіс, і їх класно підтримують. Вони живуть за счет донейшн, осуществують, теж роботи 24 на 7, і активно делали івенти до ковида, сейчас в Литві нічого нельзя делать, і ночнає економіка в стагнації. Але хлопці продолжають роботи програму. А зараз любимая частка розказуваць пра сябі, таму што лябжо все ведає. Так, Радиоплато запустілася ў 2018 гаду, тобо к нам ўжо 2,5-10 гада, і якая ў нас була схема. Ну, калі мы запускаліся, то мы вось прагэты ўсе праекты на сам речі не ведалі, ў нас було просто жадання заліцца музыка, таму што мы даўно займаўся диджейнгам, просто ў нас вельми шмат скоплювалася трэкаў, які мы хацелі не як, ну, паміма диджі сэтаў, яшчэ паказываць людзям, вось, і мы с Пашам селі ў адной з менскай кавярынь і на каліццы за некалькіх адзін зразумелі, набрасалі схему і зразумелі, як зарабіць интернет-радзі апрацованым, і аказалася, што гэта вельми не тяжка і каштуе, там, ну, тады гэта колькі, 10-12 доляров на месец, да. Вось, і якай ў нас была стратегія, адразу, табук мы адразу заразумелі, што мы хочым, каб гэта була радыстанція 24 на 7, там першая, што мы зарабіли, гэта зарабіли такі насыщеный джукбокс, табук мы... Это пра открыті. Пра открыті, да, я не перавіл на беларуску. Ну, да, фотографія с дня запуска, када мы разаслали всем прес-релізы і начали сматрять, как у нас люди приходят на сервер і думали, выдержит он или нет. Выдержал, все хорошо было. Да, першая, вось, джукбокс, табук мы распрацавалі таймслоты ў розны, табук там, раніцай мы слухаем одну музыку, днём другую, вечер і трэцію, на выходных, там, больш тусовачный плэйлист, табук мы поставили сябі на месцца слухачоў і падумалі, чым слухач буде займацца ў гэта час, і што бы ён, яна хацелі бы пачуць. Вось, гэта заняло ў нас некалькі месеццаў, пакуль мы насыццілі сайт достатковай музыка, каб яна не так вельми паутаралася, і гэта працэс працягваецца і да гэтуль, мы некалькі разов на месец заліваем ясце, ясце музыкі, і я думаю, што ёо не скончацца ніколі. Але, адразу, калі мы запускаліся, мы разумелі, што мы не хочем просто джукбокс, а ўсё ж такі ведаючы музычную сцену Мінска, ком'юніці месцовага мы ведалі, што тут не хапае медийнага складніку, і мы зразумелі, што радаю плата можа быць як аднім із такіх кирпічыкаў для узмацнення сцены, таму мы хацелі радаю зрабіць хучай як платформай, куды запрашаць, прапановаць там музычным любителям, професіоналам робіць радаю разым з нами, вось, але для таго, каб стаць больш-менш ведомым, мы пачалі з лайф-трансляцій, то бок, мы сабралі мабільну студію, ў нас маленькі такі комп'ютар, ёсць стары, стары, да, які не працюю без сіти, маленькая аудеокарточка, і в принципі, гэта достаткова, каб рабіць лайф-трансляцію, ми просто приходзіли на розны тусовкі, падшалівось з тусовкі Паші Данкова, Dream Session, пасля там была Дабровар, Мечта, X-Jazz, і просто робілі лайф адтуль, і гэта дало вельмі класны, такі, пуш нам, табу про нас більш доведаліся, а пасля, а пасля, 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 пасля був редакторський подкаст, мэн як з Пашам сіділі ў вёстці, і зразуміли, што хочам розмовляць, і тады народівся, народівся редакторський подкаст, адразу, пачиналі ў двох, просто, ну, болтали на некі абсурд, я бісказал, абсурдні темы, да, а пасля пачалі запрашаць гастей, і зразуміли, што нам цікава культурный герой, табак, не важна, хто гэта, чым ян займаецца, музыка, арт, вандроўнікі, і вось зараз у нас, завтра ўже будзі там 80, 81, 81, мне падаецца, да, мы кожна ауторак просто забираемся і завем гастей, і размовляем з імі ў прямым эфірым, а пасля пачало рабіцца цікавае, да нас падаехал наш сябар паша ФБ, який раней рабіў басоту, і сказал, што хоча шоу, і вось кэта буў першый чалавек, який пришоў да нас, ну, звонку, табак, ў каманду, і зараз ён працягвае ягу рабіць, он называецца низкі старт, і адразу кэта була просто шоу з яго дома, а зараз ён раз на два тыдні ў чацвер ставіць ставіць вініл і запрашае гастей ў модулі, табак, кэта пераутварылась ўжо ў оффлайн праект, ну, а туль ўжо ведецца трансляція. Ітак, крок за крокам ў нас зараз двадцатьчтыры аутарскія перадачы, пасля, да, пачалі прыходзіць вось сю парадку, это бея сістэма, ён таксама раз на два тыдні выходзяць ліквід стрім, цікава нам Єгор, які яго робіць, пасі радах зраніцы ставіць ліквід драман бейс, он просто написав нам ў таліграмі пачас эфіру, тапу, што вы думаеце про драман бейс, мы не як з імі звязаліся, і ён не толькі робіць зараз перадачу, але і таксама допамагав і робію нам новий сайт, який вось мы недавно запустили. Теннисболл – інтересний пример, не можем открыть автора, но очень класные обложки, шоу, і человек делает його інкогніто, уже, наверное, под выпусків 15 сделал, і скоро, наверное, легенды можна буде складывать о том, кто этот человек, но мы не расскажем, кто он. Таксама до нас пришла логика ритма, якая уже мая доволі долгу історую, і яны выходзіли на московскі мегаполіс ФМ, выходзіли на 20 фут афрэдзіо в Києві, зараз вось выходзіць у нас, і, в принципі, то, што мы хотели, гэта адбылося, уже, равномерна наш эфір робець розныі людзі, і там ж, да, болші 20 чалавек у камандзі, і, што цікаво, калі мы запускаліся, то мы не думалі вось пра інші прыклады, я вось казав, што мы не ведалі пра іх, а, а казалася, што той, што мы робілі, гэта, в принципі, вписывайцца ў агульну тендэнсію, якую робіць ў іншіх країнах так сама. Пасля мы зразумелі, што нам трэба яшча аудиторій, і пачалі робіць івэнты, першым нашым івэнтам було наша рубріка «Яст ліст», гэстівы миксы, які мы засетапіли ў постбары, дарачу, був такі бар на Раковскай, які закрився гэтай в осінню, і там регулярно кожну сі раду, да, а мы запрашалі діджею діджеюць. Наступна колабарація гэта тамжа ў постбары «Local Heroes», гэта што місяцовая тусовка, вось гэта дарач, колабарація з брэндам «Бирбэнк», мяццовым броварам, якая пакрывала выдаткі на то, ка прабіць гэту тусу. Ну, в принципі, больш і не трэба було. Вось тут гэта адбывалася, неделя вельмі класны праект, мы гэго рабілі дзести год, год і год таму был апошні выпуск. Да, мы рабілі авторпати ў неделю, што не трэба тусовацца ночу, а можна прайсці ў 7-1 вечара і... Я не веду, ці був хто сці на неделе, ні, ні, то было круто. Не знаю, експериментировали, каждый раз строили какие-то новые декорации, перемещались во двор, перемещались вовнутрь. Было интересно каждый раз готовить что-то нове. Робили неколькі онлайн-стримів під час ковіду, засталися записи. Далі ми пришли на фестиваль, робілі сцену на справі ў 2019 гаду, там якраз пабудавалі бёрт-вочінг к вышку, і там мы зробілі дэджейські дэджейську сцену, калі днём, калі ночу затіхала музыка на статніх сценах, то прачыналася наша сцена. І работала, пака генератор не выключіться? Гэты прыклад супрацы з брэндам. В уліце ежіг это коммерційный праект, коммерційный фестываль, нам пропанавалі зарабіць пад ключ сцену, і восьмы разам з брэндам JBL зарабіли бригданцерску сцену. Батлы, конкурсы, бітва. Было очінь жарка, был санцепёк два дня, і рэбята выдзержалі. Вродзе никаму не паплахела. Гэта тое, дачаго мы рэхтаваліся цэлы 2020 год. За падзей ў країні мы трохи пазній запустілися. Дакладна ў першага студзіня 2021 года мы выкатіли новы сайт і мы цепер не толькі радыю, але і медыя. І наш фокус таксама застаецца таким же, табак мы пішэм пра мяццовых геройоў, пра мяццовые праекты, электронны індзі праекты, але мы пішэм на англійськай мове, каб экспартаваць ці допамагаць экспарту па ўсім свецем. Вось, зараз у нас выходзіць гэта ў фармаці новін, ну, а с часам, я думаю, што будзь і некі больш такі грунтовныя матеріалы. Все, далі. Да, і адна язчамара, яка здейснялася, ў зімку мы нарэшці арэндавалі студыю, і зараз у нас таксама, як і во ўсіх тых праектах, які мы паказывалі, ўсць такі невелікое памяшкані, і што цікава, яна таксама, прикладна, такоя ж паплошчы, як морскі контейнер, 11-12 квадратаў, і адразу, гэта стала тако класнае кропкае притягнення, то будзь до нас приходзіць ўже дэджэй, робяць некі лайвы, мы берем інтерв'ю, просто заходзіць папіць гарбаты з нами. Ну, ось, то будзь прикладна, прикладна такая наша історія, зараз мы знаходзімся ў гэтай кропцы, табук, развіваўся далей. Да, гэта наша форма монетизація, яку мы зараз продвігаем, гэта падтрымка праз ком'юніці, ну, івэнты асабліва зараз не робім, а хучэй, ну, робім такі акцент на тое, каб, ну, рабіць гэтаў стойлівым, табук, зараз наша амара, каб, дэнейшны, які мы збіраем на Патреоне, баладастаткова, арэндаваць гэтаю студыю, і тады гэта будзе цалкам устойліву праект, тамо што зараз мы ўсё ж такі укладываем ў яе, мы самі працуем над саунд дизайнам, саунд продакшнам, і, ну, гэта тое, што приносіць нам грошы, а Раде Плато з'являць таким хучэй культурным праектам для душы, да, і для узмацненні ком'юніці, і вось я хацэў, даречча, адказаць, наво, што ўсё ж такі слухаць інтернет-рады ў 2021-шым, і хацэў сказаць, што адказна гэта пытані я магу толькі даць, калі казаць, вось, мінавіта пра такі праекты, што, гэта вельмі дэмократычны праект, гэта праект, які праект новой Беларусі, тое Беларусі, дзе можна ўдзельнічаць грызантальна, дзе не так шмат іерархі, і табок, калі ў вас ёсць таксама патрэбаць, і вы хочеце неяк таксама реалізовваць некі музычныя свае запыты, то гэта можна рабіць і разам з нами, таму, ну, наша праца, гэта вось праца з комьюніці, і калі... точка, да, карацей, такі праекты, яны самаценны па сябе, табок, па першы, да, канешна, вы атрымліваеце асалоду от таго, што вам ставяць музыку, гэта робецца не так, як робецца на стримінгах і алгоритмамі, табок, тут частей людзі вам ставяць, а так само гэта вось, гэта партисіпейтинг калча, гдзі вы так само з'являеціся витворцам, кріаторам гэта культуры. Ну, восьмі. Дякуй. Да, а як, ну, як і палагаецца в такім праекці, што мэй хучай ориентаваны на той, каб коммуніковаць, таму ми можам поразмаўляць, вы можете позадаваць нам пытання, і, ну, пэлны час прасвятіць гэтаму. Ці не ведаюць, ці ёсць, радують микрофон, каб задаваць пытання. Ці можна такі варіент. Да. Калі ёсць пытання. Калі ёсць пытання, а нет, а... То нема. Да, тукі падыхосьць тады сюды. Давай, Андрей, дадім сюда микрофон тому, що... Все записывається. Да, да, просто все фиксується, тому хочеться, каб... Блочу. Да, спасибо за лекцію. Я дуже рад, що в Минскі є така студія, вообще суперрадио. Хоча, честно говоря, я дуже редко можу слушати, тому що я сам з музикою роботаю, і просто технічно невозможно. Так, у мене вопрос, що... Дякую заходя, чи там переключиться на видеомиксинг какой-то, щоб для свого микса какое-то видео, просто видео було. Ну, понятно. У нас у планах запустить другий поток, дзе не буде подкастів сенсі розмованых. Тобак, наприклад, коли чоловек не хоче, каб ему, ну, що сті розповідали, а просто хоче слухать музику, то просто параллельно, каб шоу, який є, без авторських шоу, вось махчиму ми такоє запустим. На конд жанровых, ну, да, худший, нам подобається мене віта вось формат радио, де єсть программинг, тому, ну, такі уже жанрові на 24 на 7 джукбокс, ну, я, наприклад, не хотів би робити. У мене самому просто не цікаво. То є технічніх ограничень для цього нет? Це тільки ваш формат? Да, ми можем кольки заугодна потоку робити. Спасибо. Баттл починається. Ну що, що ще разповістьте? Здравствуйте. У мене два випроса. Первый, почему таке названня і хто його придумав? А второй, є ли на білорусському ринку у вас конкурентів якісь? Отвечу про названня, ти відповідаєш про конкурентів. Про названня історія така. Ми дуже довго думали, пока собирали много музики для запуска, о том, як назватися. Були всякі дурацькі названня. С неймінгом у нас плохо, ми не креативщики. Радиовышка, там у Саші до сих пор, мне кажется, названа папка с радио так. І ми як-то прийшли на лекцію нашого дуга Матвея Собурова, который делает фестиваль справа. І він розказував о своїй групі, в якій він играл в 90-х. Она називається Плато, це білорусська група. І ми після лекції прийшли к Матвею, говоримо, Матві, можна забирати? Потому що дуже, ну, вот, прям підходить нам. Ми хочемо. Говорит, да, конечно, забирайте. Але є продовження історії з цим названням. В той момент, коли скалодром, який тепер також називається Плато, строїлся, ми искали поміщення для студії. І прийшли к ребятам, вони нам показали одне із поміщени. І ми у них спрашуємо, а почему скалодром, ну, как би, такий невысокий, він как на Плато. Через дзень Ігор пішет і спрашуєт, ребята, можна названня забрать? Так що, следуючий, кому нужна это названня, пажалуста, обращайтесь к скалодрому. Это право принадлежит им. А ты про конкурентов. Да, ну, ясце, я хачу пра назву сказаць, што потім ажо з'явіліся новыя каннатація. У нас з'явіўся маскот Платон, тобок Плато па ангельску гэта вось. Платон, і мы нават рабілі греческую вечаринку, дзе апрануліся ў тогі. І, ну, і он, да, вельмі шматзе ў нас там на выявах існує. Након конкурэнція такога праекта, ком'юніці праекта, я не ведаю. Калі б ведаў, то даўно б ўжо з імі затусіў бы. Ёсць, канешны, ну, інтернет рады станцы хапае ў Беларусі, ёсць там хаус, я ведаю станцы, але яны худшэй выглядаюць восьмі навіта, як просто 24 на 7 музыка, яка играе без перапынку на аутарскі шоў. І, ну, а таксама ёсць аналоговы станцы, які просто вешчаюць ў інтернетці. Ещё дабавню, недавна падруга в Вильнюсі, ў жупісі, сфатографіровала стікер «Минск Камюніці Рэйдзіо». Просто прислала мне. І я начал капацца, што такое «Минск Камюніці Рэйдзіо», но нашоў ліш страничку в Фейсбуке с адной фоткой і баўші нічого. Ну, то есть, когда-то кто-то што-то делал, но нічого не асталас. Ёсць ше таксама радиостанцы, назваўся Трата. Ёе... Хто ёе робил? Женя Спринц. Женя Спринц для барбершопа, да? Да, сечас это барбершоп в Вильнюсі, назваўся Пункт. Ну, і, в принципі, Трата – это музыкальна Камюніці, котре здесь занималась хаус-музыка і техномузыка, і не вазіли артистов і сюда, і в Литву. Але што цікаво, що им радио робил Паша. Ну, раскатывав платформу. Да, ну, то б конкурентами їх не назвать. Вообще, мы за то, чтобы как можно больше станций появлялось, потому что это будут новые инициативы. Скажем, мы тестировали возможность образовательных программ у нас в эфире, і понимаем, що це не работает. Мы смотрим на статистику, і слушатели просто разбегаются, і ми понимаємо, що ми все-таки ентертеймент радио, де должна звучать музика, или разговоры, но не монотонно долгі. Вот как-то так. То есть, мы бы с удовольствием образовательные темы пускали в радиоэфир, но для этого нужен отдельный поток, как говорил Андрей, спрашивал об этом. И да, я думаю, такой проект был бы классным, если бы кто-то его делал. Да, махчима, калі б был запыт такі на стварэння такого проекта, хто б там напаўнял контентом, то мы б могли да помахчы інфраструктурно яго зробіць. Ну, про конкуренцию тяжка казаць, тому што все ж таки гэта неделя, да, прибытку, як я казал, тому конкуріроваць. Ну, за увагу толькі што. Сейчас пацефаем, да. Давайте ще пытаем. Здравствуйте, еще раз. Про цифры интересно было бы услышать. У вас, ну, 24 часа, идет музыка, подкасты. В какой промежуток дня больше всего слушателей? И сколько примерно слушателей в день? Больш заўсё нас слухаюць днем, то бок все ж таки нас слухаюць на працы, ну, фоном пад неку повседзенную дейнасць, и гэта там приходзець з 10-11, и вось да 6, потым ёсць, типа, трохи менш, и потым вечером яны вертаюцца, и включаюць. Вось, то бок самая прайм тайм, гэта 12-5 ў будні. Вось апошным часам, чамусь ці стала ў пятніцу, класна. Ну, и выходная так сама добра. На конд личбаў, прыкладна, прыкладна ў дзень, ў нас каля тысячы, да, тысячы, а вось да кавиду і да палітычных падзей было, ну, больш. Зараз мы разумеем, што, ну, не ўсім людзям пасуя гэта зараз, ну, табук интертеймент, вось, ну, и таму тысяча, дзесяцца каля 30-ти, ў месяц, трымлёць 30 тысяч. Здравствуйте. А скажыць, пожалуйста, вы не планируець ли часам стать музыкальным лэйблом, который размещаец на цифровых площадках, это первый вопрос. Второй вопрос, есть ли какой-то процент соотношения музыки, которая сделана в Беларуси, ну, и как бы не сделана в Беларуси, или как это сформулировать по-другому, ну, которую вы ставите? Вот. Про лэйбл, да, есть такое желание, и мы просто не успеваем над всем этим работать, сейчас мы сфокусированы на том, чтобы переработать наше андроид-приложение, потому что оно фактически не работает сейчас, его надо быстренько перезапустить, а тогда можно вернуться к лэйблу, мы на самом деле сабрали уже первую компиляцию, то есть она просто лежит, она готова, но нужно заниматься изданием музыки, и мы бы в нашем лэйбле делали то, что и на радио, то есть показывали разный спектр беларусской музыки. Ну, махчима, вось перезапуск сайта и медия частка на радио, это, как такая, такое интро до лэйбла, то бук, все ж таки, мы лэйбл бачим, не только у тым, как выдаць на личбовой платформе, но и у тым лику и зарабить медийную поддержку вакол релиза, там, разаслаць прайс релизы, зарабить артыкул, там, даведацца думки артыста, ну, все, все, чем займаецца медия, и для нас, да, вось, хучай гэта последовная выбудованная некай великой сямьи, з якой мы працуем. Так, мы поддерживаем беларусских музыков, и тые релизы, які нам подобаются, мы с радостью ставим, ў эфір, табук это шмат релизаў з инди тусовки, там, длина волны, супербесы, трохи хип-хопа, там, All Night играя, з инди, ашча, так сам, Within Dolphins, и Apple Picker, Apple Picker, да, штось ци. Ну, из электронщиков беларусских много ребят, кто пишет музыку. И мы так же стараемся поддерживать новостями все релизы, которые выходят, если они по нашим редакторским вкусам проходят, фильтрам, поэтому, если у вас кто-то, или вы выпускаете новый материал, пожалуйста, присылайте на нового, мы будем рады вас поддержать. А есть, передача Минск 0, якая выходец раз на месяц, и там вся музыка, это музыка беларусских музыкантов, там, Илья Гурын-Бабаева, он робець такие подборки, что месячные. Илья Гурын-Бабаева, ясно, я у нас подкаст, допустим, там, в Apple музыку, я знаю, планируете ли вы это делать? Мы это робим. Да, например, редакторский подкаст выходит на всех платформах, которые мы смогли досягнуть, кроме Яндекса, потому что там потребуется лицензование музыки, Spotify, Apple, Castbox, Mixcloud, усюль, усюль выпускаемся. Я здесь немножко про процессы наверное добавлю. У нас был период, когда я и Саша заливали все вот эти выпуски, там, 24 передачи, тогда их не было столько, их было около 10, и мы все это начинали заливать на все платформы, и мы поняли, что это просто невозможно, и просто несколько выпусков в день нужно залить. Мы написали мануалы подробные, и помогаем всем нашим ребятам, кто делает у нас программы, размещаться как-то с медиаподдержкой, ну, такие вещи. То есть, в принципе, учим людей размещать подкасты, как это все оформлять, делаем картинки, помогаем научиться хорошо записать голос, как его почистить, как собрать, такие вещи. Ну да, карте просто делегуем, как не займаться к этим самим, але отремливается такой зонтичный бренд, там, у каждого шоу есть там, сторонка там, в Инстаграме, в Mixcloud, просто робим репосты, а они уже сами выкладывают свои передачи. Возможно, вопрос немножко каверзный, но ведь, допустим, Spotify, они музыку выпускают, и ты слушаешь ее лицензионно. Как работает это радио? То есть, вы можете включать любую музыку, либо нужно получить какие-то права, покупать ее и прочее? Нормальный вопрос, не каверзный. Вообще, артисту на Spotify заработать очень тяжело, все индепендент артисты тусуются на Бэндкэмпе. Вопрос с лицензированием на радиоплато, есть в нем две стороны. Одна сторона моральная, а другая сторона формальная. Вот с моральной стороны мы не зарабатываем на этом деньги. То есть, мы как бы свою совесть этим очищаем, и мы не стримим мейджор-лейблы, это в основном небольшие артисты, инди-музыка, которую мы продвигаем. С формальной стороны, это пиратство. Но вообще, говоря о лицензировании, это довольно накладная тема для интернет-радио, потому что лицензии завязаны на территории, и их есть несколько типов. Я не хочу привязаны до мейджор-лейблах, для того, как лецензовать гэты невеличкие лейблы цих незалежных музыкантов, то треба каждому написать з них, и отримать дозвол цих купить лецензию. Тому мы разглядаем себе как тех, кто промотирует музыку, и как зняться трохи груз, мы восьмедаўна приезжаў наш сябра з Гродненскага Раде, и он працуюе на державном Раде Гродна, и мы запытались так само, и он казал, нияк, ну, то бок, там так само не лицензивація, нияк. Ну, то бок, ёсць краины, па-моему, цітоў Брытані, ці дзе, такі Раде, комьюнці, Раде Станцы, яны не падпадаюць падалицнизываўне, то бок, ну, ты можеш свабодна, свабодна релизиў, свабодна граўс музыку, таму што гэта некоммерциўна так само, ну, то бок, кому Бејнце, таде просто Бејнце паўдуць, все гроші, ну, яке. Ну, есть ёсце, с лицензированием вообще довольно сложный вопрос, если, например, говорить про эти зонтичные лицензии, которые можно купить, например, у БМАй, как одного из самых крупных дистрибьюторов и правообладателей, то если культурный центр корпус включает радиоплато, это вопрос не к радиоплато, а вопрос к культурному центру корпус, который должен купить лицензию на трансляцию этой музыки на определенное количество аудиторий, которые здесь проходят на определенный метраж, и платить правообладателю, то есть, например, BMI. И так делают, ну, должны делать по американскому законодательству все, то есть боулинги, кафе, кто угодно. В любое место, где ты воспроизводишь музыку публично. Али мы приверженцы левых рухов, больше анархистских, тому мы не подтримливаем лицензование. Вопрос родился из предыдущего, и, в общем-то, может быть, не совсем относится к вашему радио. Может быть, вы знаете такие моменты, нескромные относительно аренды битов, когда некий битмейкер делает какой-то бит, и затем он начинает говорить, я готов сдать вам в аренду бит для того, чтобы вы там, ну, записали клип, это одна сумма, потом, чтобы вы выступили где-нибудь, это уже там другая сумма, чуть больше, затем, чтобы это было, ну, поставлено где-то на цифровых площадках. Как я понимаю, не больше тысячи прослушаний, это примерно, ну, так, гуляющая цифра. Вы с таким сталкивались? Если сталкивались, то, ну, знаете ли вообще суть, как бы, в чем засада вот этого всего, аренда бита? Ну, аренда, я с этим не сталкивался, аренда довольно странный термин здесь. Могу... Я так разумею, что это не эксклюзивное корыстание, як... Ну, то бы, как это прикладно, як на аудиоджангле ты купляешь трек, але его могут купить с шеей люди, и ты можешь выкристовывать только там, например, в одном проекте, да? Ты по-такому? Не? Нет, я могу тут четко сорвать, потому что здесь не плаваешь. Ну, сущность этих требований, скажем, в лицензировании музыки коммерческом, если вы покупаете, например, трек на стоках, я думаю, что битов это тоже касается, то есть неэксклюзивное право, когда это скорее бит в аренду, когда вам дали его поиспользовать только в одном проекте, есть право для трансляции на веб, есть вот полные эксклюзивные права, когда его можно заливать на цифровые площадки, и там бродкастинг, скажем, это самая дорогая часть для лицензирования музыкального, это ТВ, реклама и радиореклама, то есть где есть национальный масштаб вещания. То есть все зависит от размера аудитории и от эксклюзивности права. Короче, лучше битмейкеров попытать. У битмейкеров тоже не очень спросишь, потому что из опыта, когда покупаешь бит, тебе битмейкер сообщает, да, это я сделал его, и он тебе присылает дорожки. Ты берешь его, как бы, ну, вроде делаешь трек, заливаешь его, спустя некоторое время трек блокируется. Все есть от битмейкера, дорожки есть, его слово есть, а это, оказывается, ну, сделал не он. Недобросовестный битмейкер? Ну, недобросовестный, и очень сложно понять, сделал это он или это не сделал он, потому что есть программы, которые просто компилируют что-то, и как бы алгоритмы, там, YouTube или Google, они как-то обнаруживают это, ну, в общем, техническая сторона момента, я не знаю. Вот Андрей может нас проконсультировать. Ну да, это не в рамках. Ну, можно и всем, наверное. Ну, во-первых, сейчас сэмплы, на которых делают продюсеры биты, которые продают, они они включают watermark, так называемый, ну, водный знак. То есть некоторые сайты, которые торгуют этими сэмплами, они прямо об этом пишут, что вы должны об этом знать. Поэтому какой-то алгоритм может, там, на SoundCloud определить, что этот бит сделан, ну, или, там, использован неправомерно, или, то есть, как бы, он там не будет разбираться в деталях. То есть это один случай, когда человек покупает звуки, кем-то сделанные на каком-нибудь там, ну, Audio Jungle, есть очень много, сейчас уже площадок, неважно, составляет свои биты, говорит, вот это он оригинальный, пожалуйста, используйте. Второй случай есть, вот, например, можно посмотреть на Musicbed лицензии, там вот как раз уже вопросы лицензирования рассматриваются. Например, просто берешь, чтобы разобраться в этом, достаточно просто добавить трек в корзину, и тебе сразу выпадет лицензионное соглашение, что этот трек может быть использован только для одного сведения с голосом, никаких модификаций, никакой, это все может быть использовано только для одной вариации, для какой-то композиции, аранжировки. Ну и типа претензии можно выставлять это пляцовцы тады, кали что? Ну да, то есть если кто-то обнаружит эти все нарушения, то, конечно, ну просто я не знаю случаев, когда уж там, насколько это регулярно происходит, но, конечно же, кто-то может за этим и следить, но авторы могут следить. Буквально еще два случая, значит, потом там четко указывается, на сколько станций ты можешь использовать данную композицию, радиостанция, сколько, какая аудитория, потом, это одни кейсы, потом есть случаи, когда у тебя ты скачиваешь сайт royalty free, так называемый, это когда ты можешь для любого коммерческого использования там использовать звуки, создавать свои биты, для каждого использования ты не должен отчислять комиссионные автору, но ты опять-таки не имеешь права передавать там эти звуки другому человеку. Ну то есть есть ряд какой-то там семь, пять-семь кейсов конкретно описанных юридически, по которым распределяются, распространяются, продаются любой звуковой формат в интернете. Так что просто считайте лицензию, на любом сайте все написано. Ну я еще раз добавлю, недобросовестные битмейкеры. Ну что, можно литерально, коли есть одно-два пытания, и будем завершаться. У меня такой вопрос. Вы уже два с половиной года радио Платоа работаете, у вас явно были примеры работы с другими брендами, да, хорошие и плохие, наверное, да. Можете рассказать про особенности интернет-радио, как вести бизнес, и может какие-то смешные истории будут с этим связаны. Ну, як я уже казал, что подобного рода гэта не вельми про бизнес-проекты, вось, тому гэта хучей некие уникальные истории, табу, гэта тяжка поставить таки проект на поток, на коммерцины, капры гэтым я захавау свою вось комьюнити-складник, тому што коммерция звычайно трансформует таки проекты. Ся род прикладаў смешные истории, те, які истории? Несмешные. Несмешные истории. Ну, можно рассказать историю про тое, як мы кожный год робим классную коллаборацію з Ягер Мюзик Эвордс. Эта премия ад алкогольного брэнда, які мы не будзем называть. И кожный раз мы робим рэдакторскі падкаст разом з перамошцами гэтай премии. И я памятаю, што не ў гэтым пазатым годзе было три перамошца. Эта была Лиса, Лера Яскевич, и был Блеск Бати. И мы их робили за пар у один день. Три подкаста, это был мой день рождения. У нас тогда была временная студия на парке челюскинцев в квартире. И, в общем, мы начали праздновать ещё как бы во время первого подкаста, в три часа дня, мне кажется. Да, а пошним пришёл Блеск Бати, он пришёл с полтарашкой. Ну, а ягод таки проект просто, ён типу, ну, сам молоды хлопец, але ў ягод проект быцам ён 35-гадовы, таки патрёпаны лавелас, які ён прынёс в Акодер, табук, зменяя свой голос, быцам ён такой скрипаццой, размауляя, и мы зим ўже сходзели ў некую, ну, некую іншую реальность. И что я хочу сказать, калі ты таки проект і працуеш с брендами, то табе ўдаецца заховываць сваю идентичнаць, табук, тебе не абэваскова робіць так, як бы хотел бренд, тому што ў тебе доволі устойлива идентичнаць, і калі табе штосі не падабаецца, то лепі не робіць, тому табе дастаецца доволі великая свобода, і ты можеш, ну, просто робіць сваю справу, може так аказацца, а табе за гэта просто будуть платіць гроші, а в принципі ты нічого додаткового, ну, не зробіць, вось, і, ну, гэтым, як бы, плюс. Єсь прадалжэння іще про Ягір'е Мюзіка Вордс этого года, адзін із пабіццелі, мы снова зделалі партнёрскі с Ягір'е... Кастян пабіцзіл? Кастян пабіцзіл. Мы сказали, ну, окей, давайте делаць, мы іще не зналі, що Кастян, його трек був в номінації «Янг Блад», мені кажаць, він пабіцзіл, і трек такой був хіп-хоп, нискульний. Потім ми почали слухаць, що за музику пишет Кастян, а Кастян пишет метал, і метал-кавері на все, що просто под руку попадзів. Кастян пабіцзіл на гурці Серебро, там робіць... што інішчі робіць? Ну, някі... эмма хіп-хоп метал, штось ці такоє. Ну, бо гэта зусім не формат раді плато, але калі ми зім пачалі гутаріць, розмовляць, то зразумелі, што ён, ну, вельмі класний чувак, і просто чувак, які робіць... любіць вельмі музыку, і, ну, не важна, ў якой формі гэта выявляець. І ми дуже ждали, коли... Це була запись, Кастян зараз знаходиться в Питере, і ми записували подкаст удаленну, він у себе в студії, ми у себе в студії, ми все свіли, поставили в ефір, і дуже ждали, коли в три часа начнів просто рубити метал на плато, тому що це був полний неформат, ну, дуже грозно і бойко. Так буває. Да. Ну, про сумнень, може, є, є Ники сумнень. Ну, бувають, наверное, грустні історії, коли ви можете бути в ефірі, а оказывається, ви не були в ефірі, или там кнопка... ну, так було з подкастом редакторським, з Аллое-Алое, мені кажучи. А, ми не поставили його на запись, просто він був один раз в прямому ефірі, але він не був записаний, і його не существує. Що у нас ще такого буває? Ну, ковід, конечно, поломався плану, тобі, що неделю ми не можем зараз проводити, але худко сподівся, що буде інший формат, вичеринок с корпусом, тому глядіте інформацію у корпусі. Ну, і так само на раду плато. Клас. Калі, фінальне питання, то можна? А таку, все, тады будем скончувати. Добро, тады дзяку великий вам, дзякуй, што пришлі в цей вечір паслухать нас. Слухайте радію, слухайте радію плато. І калі хтось ці хоча з нами пасупрацовнічаць, пішіте у льбой соцеці, можна про што-нібудь домовіцца.